Сегодня мы с вами протестируем такую штучку, которая явно обещает быть какой-то фигней, но мы все равно ее протестируем, потому что мне очень интересно, работает это или нет. И я сейчас говорю о вот такой вот салфетке для снятия макияжа без каких-либо средств. То есть производитель нам обещает, что вот эту вот салфетку достаточно только намочить в воде и после этого снять макияж. И он при этом снимется вот прям полностью. То есть потом, по сути, мы как бы можем с вами взять ватный диск с мицеллярной водой и вот так вот пройтись и продемонстрировать, что кожа настолько чистая, что даже умываться после этого не нужно. На самом деле, мне кажется, это как-то подозрительно, но мы с вами все равно это проверим, потому что раз я уже это купила, и купила я, кстати, это во Франции, стоила эта салфетка, если я не ошибаюсь, порядка 5-6 евро, где-то так. И сейчас я пытаюсь ее открыть, чтобы посмотреть вообще, пощупать ее, понять вообще, какой у нее может быть даже принцип. Ой, она такая не вкусненькая. Ой, ребят, я даже не знаю, как это описать. Это настолько приятная на ощупь салфетка. Такое впечатление, что самая мягкая одежда для младенцев совместилась с каким-то просто невесомым облачком. Вот какое-то такое ощущение, ну просто настолько мягусенькое. И, кстати, вот мне сейчас попадает лейба на глаза и состав 100% полиэстер. То есть, по сути, это просто салфетка из полиэстера, и, возможно, ее может заменить любая, там, я не знаю, салфетка из микрофибры, такие, которые делают для того, чтобы протирать технику или просто вытирать пыль с поверхности. Возможно, это то же самое, но она такая мягенькая. И, кстати, у салфетки две поверхности. Одна такая с более коротким ворсом, и обратная ее сторона с более таким длинным ворсом. И, судя по всему, она неспроста двухсторонняя, потому что я вот сейчас читаю инструкцию, и здесь написано «два в одном». Эта салфетка позволяет удалить макияж и скрабировать кожу. И в теории салфетка это не одноразовая, то есть после того, как вы ее используете, вы ее можете закинуть в стиральную машину или постирать вручную, и она будет готова к применению на следующий раз. Ну, в стиральную машину одну вот такую вот тряпочку каждый день забрасывать как-то непрактично, но вручную, я думаю, вполне можно ее как-то простирнуть в раковине, и в теории, может быть, как бы вполне это будет работать. Ладно, мне кажется, болтомни уже было достаточно, теперь осталось только проверить. Но проверять я буду не совсем сейчас, потому что я вам покажу. Сейчас вот 17.39, и мне еще, честно говоря, немножко жаль смывать мой макияж, поэтому я к вам вернусь уже в самом конце дня, когда я буду готова снять вот эту всю красоту с лица, и тогда мы все с вами проверим. Фух, такое впечатление, что день сегодня был очень длинным, поэтому я уже более чем готова смыть себя макияж и завалиться спать. Сейчас на часах у нас половина одиннадцатого почти, и давайте тестировать. Там, где более длинный ворст, это как раз-то она снимает макияж, и с нее нужно начинать. Я здесь тоже приготовила очень профессиональную миску теплой воды. И, конечно же, в конце мы с вами все проверим с помощью мицеллярной воды. Ну что ж, погнали. Ну, салфетка однозначно пачкается, то есть что-то да происходит. действительно смывается блестки у меня уже по всему лицу я вот пробую их убрать но они вообще не хотят убираться у меня с лица хотя тональная основа смылась вообще без проблем может быть попробовать вот этой стороной для эксплуатации ну что ж если не считать обильное количество блесток сейчас у меня на лице которые вообще никаким образом не хотят уходить с моего лица то в принципе неплохо даже эта салфетка справилась вот так вот она выглядит все что нам осталось сделать на этом этапе это только попробовать насколько действительно хорошо снялся макияж с лица поэтому я вот так вот по всем зонам пройдусь и посмотрим с вами насколько будет чистый ватный диск знаете тут сейчас не хватает звука фейлов потому что ватный диск совершенно не похож на чистый достаточно много все равно я вижу здесь такого телесного оттенка тональной основы куча блесток вообще которые ну вот уже частично конечно ушли с моего лица потому что после вот этой салфетки у меня просто все лицо было усыпано блестками поэтому я думаю вы уже догадываетесь какое заключение я хочу сделать поэтому давайте как раз не мы перейдем ну что ж эту салфетку я не могу назвать однозначным фейлом потому что как-никак но все же она работает макияж снимает но не настолько хорошо что прям вообще вам после этого дополнительно никак лицо очищать не нужно то есть все равно нужно умываться все равно нужно какое-то средство для снятия макияжа чтобы вот так вот прям очень хорошо очистить кожу единственное кому эта салфетка действительно может быть необходимо это возможно каким-то сильным аллергикам кто не переносит вот такие вот всякие средства для снятия макияжа по типу там мицеллярной воды или какие-то другие средства похожие вот им я возможно могла бы посоветовать эту тряпочку и и то я бы наверное не советовала покупать именно вот эту которая типа снимает макияж мне кажется абсолютно любая салфетка из полиэстера которая вот такая вот мягенькая для лица подойдет для того чтобы снимать макияж обязательно сообщите мне в комментариях что вы думаете по поводу этой салфетки насколько вам понравился эффект или наоборот не понравился может быть вы чем-то похожим пользуйтесь мне будет интересно об этом узнать а я уже честно говоря мечтаю этот хвост снять и увалиться просто лицом в подушку чем я собственно сейчас и займусь поэтому мы с вами увидимся в следующих моих видео макияж